Срубленные молодые сосны лесники стали находить еще в конце декабря прошлого года. Тогда работники лесопарка подумали, что кто-то из горожан хотел украсить дом к новогодним праздникам, но, испугавшись патрулей, не стал вывозить дерево. В январе лесникам стали все чаще попадаться срубленные деревья. Причем в основном в районе профилактория. К тому же низина там вся изъезжена и покрыта сетью следов от автомобильных колес. Здесь что они преследуют? Я не знаю, просто какой-то вандализм. Вот сами посмотрите. Если нужно было проехать, как мои сотрудники говорят, они здесь какие-то устраивают, ну, ралли, поездки какие-то, соревнования или что они тут устраивают, я не могу понять. Но вы видите сами, что сосна совершенно в стороне. И оставить пенек прямо на высоте пояса, для чего это нужно было делать? Варварское уничтожение деревьев не поддается никакому объяснению. Чем помешало дерево, если его оставили в Алясце рядом с местом, где оно росло? Сотрудники лесопарка напоминают, что вырубка деревьев запрещена. Нарушителям грозит административная и уголовная ответственность. Ну зачем это делать? Ну кому, если что-то нужно? Придите к нам, придите в администрацию, обратитесь, напишите свою задачу, цель, что вы хотите, что преследует этим. Но ведь решаются как-то вопросы. Любые вопросы у нас можно всегда решить. Мы найдем, может, какое-то другое место для таких мероприятий. Экосистема лесопарка еще не восстановилась после пожара в десятилетней давности. Каждую весну соровчане озеленяют город. Дети высаживают единицы сосен на месте выигравшего участка. Но для того, чтобы лес залечил свои раны, понадобится не одно десятилетие. Дорогие горожане, если кто-то видел, кто-то бывает здесь, гуляет, бывает на лыжах катается, просто спокойненько можно заснять этого человека, не показывая ему, что ты это делаешь, и обратиться или в лесхоз, или в полицию. Давайте как-то реагировать все вместе, чтобы лес-то общий, нам его нужно сохранить. Для поиска нарушителей закона в лесопарке организовано дежурство. Каждые выходные будут выставляться дополнительные посты. Всю информацию по фактам нелегальной вырубки потом передадут в отдел полиции.